Пошла готовить блины! Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Снова начинаю его в аэропорту. На этот раз ездить в окна и лечу в Питер. Иду к посадку на свой рейс. Начинается посадка на лице авиакомпании Парафлот Российские авиалинии, дающие в Санкт-Петербург. Ну все, добро пожаловать в Санкт-Петербург. Мы сели на 30 минут раньше, чем планировалось. Это очень приятно, потому что это значит, что я на полчаса раньше. Бои, наконец-то. Я уже очень голодная. Сейчас жду такси и еду в центр заселяться. Так, я приехала заселяться и у меня сейчас начинается квест. Потому что я впервые заселяюсь не в отель, а в гостевой дом. Соответственно, мне нужно сейчас будет добыть клетки. То есть, сработало. Слушайте, ну, мне кажется, очень даже прилично. Прекрасный вариант за свои деньги. Три ночи в нем у меня обошлись в 6000 рублей. Заранее извиняюсь за свою дикцию. Вчера перед отъездом я сходила к стоматологу и мне доклеили брекеты на шестерки и семерки. Так что привыкаю теперь к ним. Просто с каждым роликом у меня дикция все хуже и хуже. Сейчас подзаряжу немножко телефон и все. Идем гулять, кушать. Потому что погода в Петербурге прекрасная. Плюс 16. Не может не радовать. Мы встретились с Машей. Идем на Рубенштейна. Уживаться. Ты видишь, что я вижу? На крыше. Светофор. Да, светофор я тоже вижу. Место мы ставим. Какой оттенок у Марии? Три с половиной. Так, в общем, замечен парень в моих будущих кроссовках. Доставка которых задерживается по неопределенным обстоятельствам. Независим от меня. Зависим от моего брата. Пени будут капать, Влад. Знай. История про Старбакс напротив Казанского собора. Помню я первый раз, когда приехала в Питер. Я очень просила маму туда зайти. Потому что у 15-летней девочки такая мечта. Приехать в город, в котором есть Старбакс, туда надо зайти. Мы туда сходили. Я там выпила свой первый кофе Старбакс. Зарядилась тем вайбом. Все подумала, что нужно покупать макбук, чтобы работать в таком месте. С того Старбакса у меня началась какая-то мания на скупку посуды. Я стала в каждом Старбаксе покупать термосы и кружки. Я тоже первый раз Старбакс, который я посетила, был напротив Казанского собора. В каком году это было? После девятых классов. С Дворцовым мостом у нас связана очень интересная история. Или не с ним у нас связана очень интересная история. Значит, с ним все-таки у нас связана одна очень интересная история. В прошлом году мы, когда приезжали сюда летом, решили поужинать. В общем, наш ужин так дотянулся, что начали разводить мосты. Мало того, что мы пробежали от ресторана полдороги до моста, запыхались и уже готовы были упасть и умереть, так нам еще в последний момент, вот прямо вот здесь вот уже перед входом на мост, говорят, бегите. Времени без трех минут. Перекрывают мост. Может, у людей ждут, пока мы перебежем мост? Мираладный экспириенс. Сейчас было точно видно с этих вот корабликов. Внимание, вопрос. Вот в таком доме была обнаружена какая-то нереальная терраса. И вот мы думаем, гадаем, это какой-то счастливый человечек там живет? Ресторан. Я думаю, что это жилой дом. С Машей зашли попить вечерний чай в какое-то прекрасное местечко около Максового поля. В общем, сейчас будем пробовать десерты. Я вот люблю, когда все так вот продумано для людей с брекетами и в черной одежде. Красота. Раньше всегда в Петербурге мы останавливались вот в этом доме, потому что здесь жила мамина подруга. Вообще, он снаружи, конечно, не выглядит как обычный жилой дом. Да? Скажи. Представляете, такой вид просто нереальный. Доброе утро. В воскресенье. Жду Машу. И идем на воскресный завтрак. Маши, Маши. Слушайте, счастье в Петербурге – это вообще обязательный пунктик в каждой поездке. Обычно я начинаю свою поездку с счастью в Петербурге, но сегодня мы продолжаем. Наш завтрак на дворе. Смотрите, мы передаем привет Аркаше. Просто хочу показать дом, в котором мы раньше всегда жили. Я вставлю потом картинку из этого окна. Прошли в 12 сторис померить джинсы. Мы пришли в музей русского балета. Очень красивый. Музыка же просто играет. Знаешь, что я хожу, и как бы больше нет костюмов и каких-то инстараций, потому какие красивые тела у всех балерин. Такие руки. Вот та часть экспозиции, ради которой я пришла в этот музей. Моя мечта детства. Выставка очень понравилась, здорово. Я всем рекомендую сходить в этот музей. На самом деле, очень действительно интересная эта концепция, когда от одной точки к другому ты ходишь, смотришь, у тебя получается такая и история в одном флаконе. И при этом действительно некий интерактив, современные технологии, добавлять что-то такое. В присутствии, что ли, картина, неизбежная, очень здорово. Действительно. Кроме слов, здорово, красиво, мы просто ничего больше не знаем, поэтому скажем вам все, что здорово, красиво. Вы приходите. Мы идем в Новую Голландию, что-нибудь выпить, потому что погода налаживается, все настроение уже такое террасное, верандное. Я думаю, что, кстати, реально, может, мы там где-то на улице не ходим. Надеюсь. Посмотри по кругу, сколько сейчас градусов. 13, я не верю, сейчас больше, намного больше. Я вообще в майке, а я такой мерзляк, что если я иду в майке и в закете, то... Идем, гуляем, боже мой. Идем сейчас опять в Пай, еще раз померить очки, потому что это прекрасное солнце на улице. Надеюсь, мне разрешат выйти и протестить степень защиты очков на солнце. Потом у нас еще маст-визит Зелинский, потому что я хотела купить себе маленькие духи, потому что мой рефил Маржеллы заканчивает. Кстати, вот этот садик очень красивый летом. Там так свежо, сейчас прохладно, но сейчас пока ничего не распустилось. Что за очки, а то откуда взялась эта история, зачем тебе хочешь их примерить? Слушай, очки вообще я про Пай давно узнала. Не знаю, лет 5 назад постоянно их модели смотрела, но раньше к моей форме лица никакие их очки не подходили. А когда я была в Москве пару недель назад, решила зайти к ним и померить у них одну модель, которая очень напоминает Prado и Versace. Они мне подошли, понравились, но я не определилась с цветом, поэтому хожу сейчас каждый день по Питеру и раздумываю, какой цвет мне лучше взять. Фантастик. Видите, я уже даже пиджак сняла, потому что жарко идти, солнце настолько сильно печет. Кстати, мы уже идем по очень хорошо знакомому мне райончику, потому что, как я вчера говорила, раньше мы всегда восстанавливались на мойке. Видите, сейчас покажу как раз этот дом поближе, мы будем его проходить. Вот этот подъезд, или как говорят в Петербурге, как это в Петербурге называется, лестница парадная. Вот здесь это написано вообще лестница. Окна были. Ну вот, собственно, вот эти. Нам вчера так понравилась Марса Пола, что идем попытать свою дачу и попасть туда на обед. Марса Пола полный овербукинг, так что мы туда сейчас не сели, но мы забронировали на 6 вечера, так что пойдем туда ужинать. А мы едем в Валерею продолжать наш шопинг-дэй в надежде найти какие-нибудь интересные джинсы и, в общем, что-нибудь интересненькое еще посмотреть. Так, собственно, вот за этими джинсами мы пришли. Так, собственно, вот за этими джинсами мы пришли. Солнцезащитные очки из коллекции Chains, салфеточка, супер складной чехол, и реально удобная. Я не знаю, почему другие бренды вообще еще не сделали у себя такое новое введение. Это еще не все. У меня здесь еще два мешочка. В одном это, собственно, цепочка. Цепочка и всякие крепления к ней. Вот. А здесь во втором чехле уже лежат мои очки. Если вдруг вы захотите что-то купить в спайта, вы можете использовать мой номер телефона и будем вместе копить мне скидку. Ну, нет, вам будет как бы уже пять процентов, так что обращайтесь. Если что, я с удовольствием с вами скидкой поделюсь. Приятного нам аппетита. Все, мы наелись. Ой, сытые, довольные и счастливые. А зайцы, какая красота. Боже мой, купите мне кто-нибудь квартиру напротив. А мне тогда, пожалуйста, квартиру рядом со Смольным собором. Вот можно там напротив. Ну, не знаю, нет. Вот эта часть мне, конечно, безумная. Ну, просто я ее уже хорошо знаю. Мне нравится там, потому что очень-очень-очень-очень удобно. Как бы есть рядом все, что нужно. И это мне очень много людей. Слушай, это да, здесь, конечно, более классическое место. И скопление людей здесь намного больше. Но, с другой стороны, вот я понимаю, что если жить прямо вот здесь, то мне кажется, тебе вообще никакой транспорт не нужен. Ну, если только вот туда не ездить. Типа там все равно иногда вот до сюда, до куда-то там вот. Даже до той же, но самой Новой Голландии уже далеко пиликать. Отсюда все-таки поближе. Обожаю этот город. Обожаю людей в этом городе. Ну, что, Маш, спасибо, что переехала в Питер. И спасибо, конечно, Аэрофлоту за субсидированные билеты, которые у нас есть. Можно дольше, чем до 23 лет, да? Потому что максимум я успею еще приехать один раз. И то, не знаю, получится ли. Просто, блин, когда один раз слетаешь на самолете, уже потом на поезде ехать не хочется трястись. Вот эти 8 часов ужасно. На самолете красота. Полтора часа от Нижнего, и все, ты уже здесь. Так вот, я билеты купила за 4 тысячи туда-обратно. Можно такие цены, в принципе, на путешествия по России? Вся Европа для нас закрыта. А каких-то флоу-постеров в России нет. Конечно, не говорю, что Аэрофлоту за 4 тысячи летать, но победа. Доброе утро. Понедельник у меня начинается с завтрака в одиночестве. Иду искать место, где можно поесть. Идти мне минут 15. Я думаю сходить либо в смену, либо в астер. Две кофейни, популярные своими завтраками. Каких-то грандиозных планов на день у меня сегодня нет. Ни по каким музеям я ходить не собираюсь. Думаю, что после завтрака дойду до счастья, чтобы купить домой всякие сладости, потому что очень их там люблю. Еще надо зайти в одну пекарню, из которой мама всегда привозит орешки со сгущенкой. Это такая традиция. А после, я думаю, отправлюсь к Смольному собору, потому что я там еще ни разу не была. Потом я еду на другую сторону обедать с Машей, потому что у нее как раз будет обеденный перерыв. А дальше я встречаюсь с моим другом детства, который очень давно уже приехал в Питер. Стараюсь с ним видеться, когда сюда приезжаю. А вечером Маша очень хочет мне показать вышку питерскую, так что, наверное, пойду с ней на пары. У меня был очень вкусный завтрак. Я зачем-то взяла булочку с корицей и карамелью. Вся карамель у меня заостряла в зубах. Кстати, про зубы. Я рассказала вчера одну такую интересную деталь, которая случилась с нами, пока мы сидели в Марсе поло. Я ношу резинки на брекетах. Ну и перед едой, понятное дело, я их всегда снимаю, кладу на салфетку. И вчера молодой человек пришел убирать все со стола, берет эту салфетку. Я без задней мысли, понятное дело, не останавливаю его, потому что их надо выкинуть. Он их замечает и задает вопрос. Это можно убрать? Да? Или это еще вам нужно? И я такая, ого! Я смотрю на Машу, Маша смотрит на меня. Мы так были удивлены, потому что он их заметил, а они типа полупрозрачные и просто микроскопические. Потому что у нас в Нижнем в парке культуры был супер инцидент, когда официантка взяла салфетку, в которой была завернута моя капа. Типа огромная капа. Она стоила как бы не как резинки там 30 рублей, она стоила 60 тысяч. Она ее взяла и просто вместе с салфеткой понесла уносить, выкидывать. Мы в тот момент с Машей просто заболтались, я даже не заметила, что она забрала эту салфетку. Я доедаю, смотрю, что салфетки нет, такая стопка. Срочно ее доставайте, ищите, она мне нужна. Ну короче, этот молодой человек просто супер. Я хочу сказать, что вот из таких мелочей складывается идеальный сервис. Совершенно случайно забыла взять с собой наушники. Ставлю их дома в номере. Вот. Поэтому иду и насладаюсь просто звуками города. После ланча с Машей я встретилась с другом, мы ходили гуляли. Погода что-то так резко испортилась. Налетели тучи, стало вдруг резко холодно. Так что я сейчас вызвала такси, поеду домой надеть все власть. Я, извиняюсь. Я хотела... В общем, мы все пробки собрали. Но мы не сдаемся, мы все равно едем на пару. Конечно, потому что нам нужно доехать на пару. Нет, ну я-то, конечно, уже еду, я думаю, что в кофейню. Ура, мы доехали. Ну мы опоздали на пару на сорок минут. Ну как мы, я-то не опоздала, Маша опоздала. Ручку помашь? У нас экскурсия по вышке. Вы посмотрите, здесь даже есть банкоматы, чтобы вот вы сразу пришли, оплатили свою дорогую учебу. Признавайтесь, кто хотел учиться в школе, в которой есть шкафчики. В общем, если в школе у вас не получилось поучиться, то поступайте в Питерскую лыжку. Мы спускаемся в метро, потому что ехать на машине опять очень долго. Мы забронировали Астр на ужин. У Насты ночной дожор. У Маши, кстати, тоже ночной дожор. Посмотрите, чем она ужинает. Маша, посмотри, теперь вот мне в глаза. Смотрите, какая здесь атмосфера классная. Вечером тоже круто. И на завтраки можно приходить, и на ужины. Доброе утро, мой последний день. Я проснулась пораньше, чтобы прогуляться до Смольного собора, до завтрака. Надо поймать последние часы в Петербурге. Я только вчера узнала, что Смольный собор раньше был монастырем. Это, конечно, объясняет огромную территорию, которая ему принадлежит. Здорово, очень красиво. Время 12 часов дня. Я выселяюсь и иду в кофейню. Вызвала такси, жду, сейчас выезжаю в аэропорт. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...